В Карачаево-Черкесии жители проявили активность в этом голосовании в звездных городах Буково, где проникают в тайны вселенной. Сегодня стал площадкой для голосования по поправкам в основной закон страны. Из Нижнего Архиза репортаж Али Буташева. Измерение температуры тепловизором, вручение маски, перчаток и ручки при входе на избирательный участок. Стандартная процедура для каждого участника общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. После предъявления паспорта Элеонора Долженко ставит подпись, берет бланк и направляется в кабину для голосования. Заполненный бюллетень погружается в прозрачную урну в присутствии наблюдателей и других лиц. Это моя гражданская позиция, что очень удобно и приятно. Я проживаю на территории территориально в городе Пятигорске Ставропольского края и переживала по этому поводу, что мне придется как раньше идти брать где-то откреплительный талон, тратить свое личное время. Я вот тут узнала о системе мобильного голосования, написала заявление на голосование по месту нахождения. Очень удобно, все организовано, средства индивидуальной защиты, индивидуальная ручка, дистанция в связи с событиями, которые сейчас у нас есть. Конечно, я исполнила свой гражданский долг. Я считаю, что это долг каждого гражданина, потому что именно Конституция у нас формирует гражданский характер страны и помогает самоидентификации наций. Разметки на полу, отдельный вход на участок и выход, санитарная обработка помещения в течение каждого часа, дополнительные меры безопасности. Голосование будет проходить в течение семи дней, чтобы избежать очередей, минимизировать контакты и обеспечить каждому гражданину комфортные условия для реализации своего права голоса, говорит председатель избирательного участка. У нас обеспечивается тайна голосования. Есть специальные кабинки, но в этот раз они без шторок, чтобы люди лишний раз не трогали ничего руками. Каждый проголосовавши заходит в кабинку и опускает ящик в бюллетень. У нас два выхода, то есть вход и выход, поэтому участники голосования не сталкиваются друг с другом. Каким образом обеспечивается сохранность бюллетеней? Сохранность бюллетеней обеспечивается полицией. Мы все бюллетени посчитали, опечатали, сейф закрыли и сейф у нас охраняет целых два полицейских. В поселке Нижний Архыс 477 человек. Уже сегодня на 11 утра на 123-м избирательном участке по поправкам в Конституцию проголосовало 13 граждан России. Общероссийское голосование продлится до 1 июля включительно. Участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера.